Период с января по июнь 2020 года на территории округа зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий. Из них 18 совершено по вине водителя транспортного средства, один по вине пешехода. Наблюдается положительная динамика по снижению количества раненых в ДТП по сравнению с прошлым годом. За отчётный период первого полугодия 19 человек ранены, погибших нет. На дорогах улицы города Нарьянмар у нас произошли 8 происшествий и 8 человек пострадало. На территории Заполярного района, это я имею ввиду не посёлок искателей, у нас зарегистрировано 11 происшествий, 11 человек пострадало. Основными видами ДТП по итогам полугодия у нас является опрокидывание транспортных средств, столкновение транспортных средств и наезд на пешехода. Каждое второе дорожно-транспортное происшествие у нас на территории округа совершено по вине водителей снегоходов. Таких у нас происшествий по вине снегоходов, водителей снегоходов – 9 происшествий, где 9 человек у нас пострадало. Самым потенциально аварийным участком признана дорога по улице 60 лет Октября. Там зарегистрировано 3 происшествия, в которых пострадало 3 человека. Основные недостатки эксплуатационного состояния дорог в зимний период – скользкость, наличие колейности в снежном накате. Основными непосредствами нарушения правил дорожного движения, повлекшие совершению дорожного происшествия по итогам истекшего периода у нас является нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, выезд на полус встречного движения, несоблюдение очередности проезда перекрестков, неправильного выбора дистанции. И основным сопутствующим нарушением правил дорожного движения, допущенных водителям в момент совершения происшествий, является у нас управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Как говорил, у нас 4 происшествия, в которых 4 человека пострадало, и все они совершены по вине пьяных водителей. При этом нетрезвыми водителями оказались владельцы снегоходов. ДТП с их участием произошли в тундровой зоне, а также лезиной глади. Таким образом, вне дорог общего пользования. Выявлено 2024 происшествия с материальным ущербом. 13 из них были совершены по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения. В текущем году сотрудниками ДПС пресечено 75 правонарушений. Это управление транспортным средством в состоянии опьянения. То есть сотрудниками ДПС при надзоре за дорожное движение у нас выявлено 75 фактов по статьям 12.8. Это управление транспортным средством в состоянии опьянения. И 12.26. Это отказ от медосвидетельствия при наличии явных признаков опьянения. Такие 75. В прошлом году у нас было 91 факт. Далее чуть снижение. Что касается происшествий с участием несовершеннолетних, то по сравнению с прошлым годом их количество снизилось на 25%, а раненых на 40%. Мы отмечаем снижение количества происшествий с участием несовершеннолетних, что отрадно. Мы имеем в виду несовершеннолетних до 18 лет. Три происшествия у нас зарегистрировано с участием несовершеннолетних. Три ребенка пострадало. В прошлом году у нас было 4 происшествия и 5 детей у нас пострадали. Видами происшествий с участием детсовершеннолетних у нас явились наезд на велосипедиста, наезд на пешехода в Красном произошло и опрокидывание на автодороге на Рима Красная. Дети в происшествиях пострадали в качестве пассажира по одному факту и двух случаев в качестве пешеходов. Также в отчетном периоде госавтоинспекции в ходе повседневного назора за дорожным движением пресечено 7107 административных правонарушений, в том числе с помощью фото-видеофиксации 4482, в половину меньше, чем в прошлом году. Это обусловлено тем, что водители транспортных средств снижают скорость перед прохождением участка с комплексами, а также нестабильность в работе самих комплексов фото-видеофиксации. С участием ГИБДД раскрыто 14 преступлений.